Кронштадт Строить кронштадт Петр начал осенью 1703 года, сразу после основания Санкт-Петербурга. Царь сам определил место, изучив фарватер Финского залива. Идея государя была неординарной – с обеих сторон защитить единственный проход для больших кораблей. Для этого к югу от острова Котлин он повелел насыпать еще один, искусственный, и на нем возвести крепость. Всего за несколько месяцев выросла деревянная трехъярусная башня. Фундаментом для нее служили опущенные в воду деревянные срубы, заполненные камнями. Царь спешил не зря. Первый штурм гарнизон отразил уже летом 1704 года. А остров Котлин продолжает обрастать береговыми укреплениями. Вокруг появляются новые фарты. Под их защитой растет морской город. Теперь здесь, на подступах к Петербургу, базируется молодой Балтийский флот. Для него, по указанию Петра, оборудуют гавани, строят склады, мастерские. Сюда теперь приходят заморские торговые суда, а наши эскадры отсюда отправляются за победами в Северной войне. В октябре 1723 года государь торжественно дает городу на острове имя Кронштадт и повелевает оборону плота и сего места держать до последней силы и живота. Защитники счастью выполняют волю императора. За три века ни один уражеский корабль не смог подойти к Северной столице. Редактор субтитров А.Семкин